Добрый день, друзья мои, зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы тонизируем или расслабляем половые органы, как мужские, так и женские. Почему мы соединили эти два видео? Потому что восточная медицина, она не предусматривает, что у человека постоянно какие-то воспалительные процессы, как нам говорят западные медики. Вот у вас что-то воспалилось. Вот это воспаление нужно убрать. Это у вас воспалилась гинекология. Это нужно убрать. Это у вас, мужчины, простата воспалилась. Это нужно ее успокоить. Нет, нету такого. Если орган, либо то, что входит в половые органы мужчины и женщины, анатомические сайты вам в помощь, имеет свойство воспаляться, то из-за чего же она воспалилась? Из-за избытка энергии тогда данная точка расслабляется. Либо за недостатка энергии, тогда точка цихайшу тонизируется. И тонизируется точно так же сначала точка цихай. Но сначала, я извиняюсь, тонизируется точка цихай, а потом тонизируется точка цихайшу при недостатке энергии. А при избытке энергии точку цихай мы не трогаем, а точку цихайшу мы расслабляем. То есть при всех воспалительных процессах, когда мы выясняем с помощью диагностики 12 семейлянов, а откуда этот воспалительный процесс пошел? От недостатка энергии. Не хватает энергии этим органам существовать. И они что, начинают требовать эту энергию? Через что? Через воспаление. Нужно дать энергию. Все. Либо на самом деле у человека много энергии, он накопил ее, она не выходит. Но тогда да, эти воспалительные процессы за избытка. Тогда нужно расслаблять данную точку. И расслаблять все те меридианы, которые приводят в избыток мужские и женские половые органы. Это три основных меридиана. Ну а еще четвертый обязательно должен внести. Это меридиан почек, печени, поджелудочной. И я всегда меридиан торновогревателя включаю, потому что это самый важный меридиан. Вот он, пожалуйста, очень просто, очень просто. Не надо, пожалуйста, думать, что все наши болезни из-за воспаления. Частенько наши болезни из-за того, что у нас не хватает энергии. И они проявляют себя через воспалительные процессы. Спасибо за внимание.